Глава шестая. Банкстеры из ФРС. Как банкиры стали гангстерами. Я уже отмечал в своих публикациях некоторые новые тенденции, которые обозначились еще за несколько лет до банковского кризиса на Кипре. Они начались во время глобального финансового кризиса. Были отменены всякие приличия и финансовые догмы, которые существовали на протяжении по крайней мере двух столетий в экономической науке. Кратко обозначу наиболее важные тенденции. Во-первых, была попрана догма, согласно которой печатный денежный станок нельзя запускать на полную мощность, во избежание обесценения национальной денежной единицы. Именно взяв на вооружение эту догму, мировые расставщики с конца 17 века стали добиваться права на монопольное владение печатным станком. Они утверждали, что правительствам нельзя доверять выпуск денег, так как государственные власти будут иметь постоянное искушение с помощью печатного станка закрывать бюджетные дыры. Расставщики вырвали у государства монополию на выпуск денег. Они добились создания центральных банков, которым министры финансов должны были идти на поклон за кредитами. Но сегодня расставщики начисто забыли о своей обличительной критике государственных казначейств. Они пустились во все тяжкие, начав заливать мировую финансовую систему продукции своих печатных станков. Находящиеся на содержании мировых расставщиков ученые и СМИ назвали эту практику невинным словом «количественное смягчение». Сегодня становится особенно понятным, что так называемая экономическая наука на протяжении последних двух-трех веков находилась в прямом услужении у мировых расставщиков. Такая наука при наличии социального заказа со стороны мировых расставщиков готова доказывать, что 2 умножить на 2 равно 3 или 5, в зависимости от тактики расставщиков. Во-вторых, банковская система перестала даже отдаленно напоминать институт рыночной экономики. Практически все крупные банки сегодня согласно канонам бухгалтерской науки являются банкротами. Они являются случайностью, так как на протяжении по крайней мере двух столетий коммерческие банки добивались легализации так называемого частичного покрытия своих обязательств. Без этого они не смогли бы делать деньги из воздуха в виде выпуска так называемых безналичных денег. Легализация такого фальшивого монетчества неизбежно ведет к банкротствам банков. После Второй мировой войны в экономически развитых странах стали создаваться государственные системы страхования депозитов коммерческих банков, чтобы защищать вкладчиков. Во время последнего финансового кризиса мы увидели, что правительство спасали не столько вкладчиков, сколько сами банки с помощью гигантских вливаний из государственных бюджетов. Естественно спасали самые крупные банки Олд Стрит и Лондонского Сити. Появилась категория так называемых бессмертных банков. В США, например, для спасения горстки банковских гигантов был направлен в общей сложности почти 2 триллиона долларов в средств американских налогоплательщиков. Никаких признаков действия рыночных механизмов в банковских системах Запада со времен финансового кризиса не было замечено. Окончательно оформился принцип приватизации ростовщиками прибыли банковских гигантов при одновременной национализации их убытков. Имела место частичная национализация ряда крупнейших банков Запада. Это явление многие эксперты и общественные активисты Запада уже отрестили банковским социализмом. В-третьих, банки перестали даже в периоды благоприятной конъюнктуры зарабатывать деньги на кредитных операциях. В этом нет ничего удивительного. Ведь учетные ставки центральных банков многих стран, входящих в зону золотого миллиарда, стремятся сегодня к нулю. Количественные смягчения центральных банков, о которых мы упоминали выше, делают деньги очень дешевыми. Банки на наших глазах перестают быть кредитными организациями. Как так? Ведь они получают продукцию печатных станков ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии. До сих пор покрыта тайной операция ФРС о раздаче в годы финансового кризиса избранным банком 16 триллионов долларов. Об этой операции можно узнать из отчета об аудите деятельности ФРС за период 2007-2010 годов. Между прочим, гигантские деньги печатного станка получили не только банки Олд Стрита, но и ведущие банки Европы. Примечательно, что в аудиторском отчете, который опубликовали летом 2011 года, говорится, что деньги раздавались под символический процент. Причем никаких возвратов денег кредитору в последней инстанции не было. Это очень важный момент. Деньги печатаются не только для того, чтобы банки занимались кредитными операциями. Банки занимались и продолжают заниматься тем, что полученные от ФРС деньги они направляют на скобку разных активов по миру. Это уже не кредиты, а одностороннее перемещение денег. В учебниках по экономике это перемещение стали называть инвестиционными операциями. В начале прошлого десятилетия американские народные избранники отменили действие закона Гласса-Стигала, который не позволял банкам Олд Стрита совмещать кредитные и инвестиционные операции. Закон был принят в разгар экономического кризиса в 1933 году президентом Розелитом. После этого банкстеры, банкиры, гангстеры пустились во все тяжкие, скупая активы по всему миру. Эту скупку можно сравнить с планом молниеносного захвата Гитлером восточных земель Блицкрит. Вместо танков и самолетов используется продукция печатных станков ФРС и ЕЦБ, других центральных банков из зоны золотого миллиарда. При этом операция предполагает наличие в захватываемых странах пятой колонны, которая готовит национальные активы к приватизациям и занимается удушением национальных предприятий. В сентябре 2012 года ФРС начала третью фазу количественных смягчений и именно в это время в России была проведена частичная приватизация Сбербанка. Солидный пакет акций перешел к иностранному инвестору. Банк России вкупе с Минфином России также оказывает неоценимую услугу мировым банкстерам. Так указанные организации, денежные власти всячески сжимают объем денежной массы в российской экономике, доводя тем самым предприятия реального сектора экономики до банковства. Банк России при этом в рамках своей валютной политики поддерживает заниженный курс рубля, что позволяет иностранным инвесторам скупать активы в России за копейки. В-четвертых, на наших глазах исчезает институт банковской тайны. Многие недоумевали, как будто функционировать швейцарские банки после того, как власти США заставили правительство Швейцарии раскрыть информацию от американских клиентов в физических и юридических лицах этих банков. Неужели кто-то согласится после этого доверять цюрихским гномам свои миллионы? Даже если это не граждане США, осторожные инвесторы прекрасно понимают, что вся банковская система Швейцарии сегодня под колпаком американских ведомств и спецслужб. Всегда есть риск, что любой клиент банка может оказаться в поле зрения США. Под предлогом того, что клиент прямо или опосредованно связан с юридическими и физическими лицами США, Компания по отметке банковской тайны началась по всему миру. Предлоги и объяснения самые разные. Вылавливание налоговых уклонистов, борьба с отмыванием грязных денег, предотвращение финансирования терроризма, борьба с коррупцией и т.д. В этих условиях даже добросовестные граждане 10 раз подумают, стоит ли светиться. Не надо бы быть специалистом, чтобы понять, крестовый поход против банковской тайны должен резко сократить спрос на всевозможные услуги банков. В-пятых, наметилась тенденция снижения процентов по депозитным операциям банков. Кое-где они даже стали отрицательными. Например, Центральный банк Швеции, Риксбанк, решил провести эксперимент, установив с июля 2009 года отрицательные процентные ставки по средствам, принимаемым на свои депозиты от коммерческих банков, минус 0,25%. Мотивировалось это тем, что надо, мол, разворачивать коммерческие банки на кредитование экономики. Центральные банки других стран внимательно изучают шведский опыт. Некоторые готовятся последовать примеру Риксбанка. В 2012 году ведущие швейцарские банки ввели отрицательные процентные ставки по депозитам, под предлогом того, что это должно предотвратить резкое повышение курса швейцарского франка. Под влиянием притока денег из других стран Европы, держатели которых хотели спастись от долгового кризиса в еврозоне. Даже в условиях демонтажа банковские тайные швейцарские банки оказались для европейцев привлекательнее, чем немецкие и французские банки, не говоря уже про банки Южной Европы. Я уже не привожу многочисленные примеры того, когда в разных странах банки устанавливают номинальные проценты по депозитам, которые съедают с инфляцией. То есть имеет место отрицательное значение реальных процентов по депозитам. Возникает парадоксальная ситуация. В мире после финансового кризиса появились банки, совершенно не похожие на депозитно-кредитные организации, которые существовали по крайней мере два предыдущих столетия. Свои сбои у банков возникают в части как активных операций, так и операций пассивных. Попытаемся разобраться в этих сбоях. Большинством экономистов этот феномен до конца не осознан. В-шестых, даже крупные банки Олл-стрит и Лондонского сити сегодня находятся в столь тяжелом состоянии, что денежные власти заранее и в плановом порядке готовят их уход из жизни. Убытки банков нарастают, становится очевидным, что бюджетных средств на повторное спасение банков, как это было во время последнего финансового кризиса, не хватит. Принцип «слишком большой, чтобы умереть» больше не сработает. Можно себе представить, какие страсти могут разгореться среди клиентов банков по поводу дележа остатков имущества банкротства. На протяжении многих десятилетий отрабатывались алгоритмы такого дележа. Претенденты первого круга, второго круга, третьего круга и так далее. Никто не имеет права лезть вне очереди. Все регламентировано, все цивилизовано. Но все это уходит в прошлое. Теперь банки, вернее их хозяева, должны писать своеобразные завещания и сами определять приоритеты, кому, чего и сколько достанется. Полная аналогия с завещаниями, которые пишут люди на случай своей смерти. Как у людей, так и у банков есть свои любимчики, в пользу которых будут писаться завещания. Первая ласточка принятый в США осенью 2011 года закон, который в простонародье называют актом о банковских наследствах и завещаниях. Банки должны направлять свои завещания в ФРС и Федеральную корпорацию по страхованию депозитов. В первую очередь он предусматривает подготовку завещаний крупнейшими банками летом 2012 года. Завещания представили Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit, Swice, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Chase, Morgan Stanley и UBS. К настоящему времени к смерти подобным образом подготовились более 100 ведущих банков, ведущих, действующих в США. Каждое завещание насчитывает по несколько тысяч страниц. Большая часть этих документов конфиденциальны. Сейчас аналогичный закон разрабатывается в Германии. Завтра лихорадка подготовки банковских завещаний может охватить всю Европу. Нетрудно догадаться, что в завещаниях будут значиться те банки и компании, которые так или иначе связаны с хозяевами запланированных к смерти банков. Рядовые вкладчики не получат ничего. Америка пытается командовать банками Европы. Если не каждую неделю, то уж каждый месяц мировые СМИ сообщают о том, что власти США оштрафовали очередной европейский банк. Большинство жертв именитые банки типа Barclays или HSBS и Лондонского Сити. Это совершенно новая тенденция в банковском мире, которая четко определилась с конца прошлого десятилетия. Что за ней скрывается? Экстратерриториальные законы – основа глобального банковского диктата США. И раньше случалось, что банки штрафовались и иным образом наказывались центральными банками, налоговыми службами, другими государственными ведомствами и организациями. Но наказывали лишь своих, тех, кто проходил по графе резидент-нерезидентов, то есть иностранные банки, никто, в том числе американские власти, не трогал. Примерно с 2009 года Вашингтон активно взялся за иностранные, прежде всего, европейские банки, уличая их в нарушении различных американских законов и требуя уплаты за эти нарушения многомиллионных штрафов в казну США. Еще с конца прошлого века США стали активно принимать законы, имеющие экстратерриториальный характер действия. То есть, их исполнение становилось обязательным для граждан компаний США, но также других стран. Это, прежде всего, различные акты, устанавливающие режим экономических и иных санкций против отдельных государств мира. Далее, это так называемый Patriot Act, который спешно был принят после известных событий 11.09.2001. Официально он был объявлен инструментом борьбы с терроризмом, как внутри США, так и в глобальном масштабе. В списке экстратерриториальных законов также различные акты, направленные на борьбу с наркобизнесом, организованную преступностью, коррупцией, уклонением от уплаты налогов в казну США, отмыванием грязных денег и тому подобное. Первоначально экстратерриториальные законы были нацелены на такие категории нерезидентов, как отдельные граждане других государств и иностранные торговые компании, например, компании, торгующие со странами, включенными в черный список Вашингтона. Что касается иностранных банков, то первые масштабные санкции против них Вашингтон стал применять в середине прошлого десятилетия. Выражались они в том, что по указанию американских властей, крупнейшие банки США, обеспечивавшие долларовые платежи иностранных банков, стали закрывать корс счета последних. Речь шла о тех банках, которые были уличены или заподозрены в незаконных операциях, в том числе отмывании грязных денег, финансировании терроризма и тому подобное. Примечательно, что особенно много было закрыто корс счетов российских банков. Никаких конкретных фактов участия российских банков в незаконных операциях американские банки и власти США не предъявляли. Основанием для закрытия корс счетов были лишь подозрения и опасения. Впрочем, американские власти давно уже привыкли обходиться без предъявления необходимых фактов и доказательств. По словам тогдашнего президента Ассоциации региональных банков России Александра Мурычева, только за период с весны 2004 по весну 2005 года, были закрыты американские корс счета около 300 российских банков. Швейцарские прецеденты. Во второй половине прошлого десятилетия власти США вплотную занялись швейцарскими банками. По подозрению в том, что многие тысячи граждан США держали в них деньги, с которых не были уплачены налоги в американскую казну, власти США требовали от швейцарских банкиров информации об американских клиентах, что входило в противоречие законодательствам Швейцарии, которая на протяжении многих десятилетий обеспечивала железную банковскую тайну. Не вдаваясь в детали, отметим, Вашингтону не только удалось взломать хвалебную банковскую тайну Швейцарской Республики, но еще и начать штрафовать те банки, в которых были обнаружены американские налоговые уклонисты. В казну США было возвращено неуплаченных ранее налогов на 5,5 миллиардов долларов в начале 2013 года. Плюс к этому один из крупнейших швейцарских банков УБС заплатил в казну США 780 миллионов долларов штрафа. Этот штраф послужил прецедентом. После этого швейцарские банки за налоговое укрывательство штрафовались властями США неоднократно. Один из последних случаев произошел с частным банком Вегелин, одним из старейших в Швейцарии, основан в 1741 году. Банк был заподозрен в том, что в нем было более 100 американских клиентов, державших на тайных счетах предположительно 1,2 миллиарда долларов. По некоторым сведениям, эти клиенты ранее держали свои деньги в УБС и перебежали в Вегелин, когда американцы начали осаду Первого банка. После состоявшегося суда представители банка Вегелин согласились на выплату в начале текущего года штрафа властям США. Сумма штрафа составила 57,8 миллиона долларов. Кроме того, банкиры объявили о том, что данное финансовое учреждение вскоре перестанет существовать как банк. Самое интересное, что Вегелин, в отличие от УБС и других крупных швейцарских банков, вообще не имел никакого бизнеса на территории США и был уверен в своей безопасности. Штраф, наложенный на Вегелин, создал опасный прецедент, который позволит властям США преследовать любой банк мира, где может находиться хотя бы один налоговый уклонист американского происхождения. Это будет тем более легко сделать в ближайшее время в связи с тем, что в силу вступил американский закон о налоговлажении иностранных счетов. Основная официально заявленная модель ФАТКа – предотвращение уклонения физических и юридических лиц США от уплаты налогов. Средства реализации указанной цели – превращение властями США иностранных банков в агентов американской налоговой службы. В случае нарушения иностранными банками своих обязанностей налоговых агентов по закону ФАТКа против таких банков и их клиентов будут приниматься жесткие меры. Главное из них – удержание 30% всех денежных платежей иностранных банков, которые будут проходить через корреспондентские счета в американских банках и последующие перечисления в казну США. ХСБЦ или Британский прецедент. Активно штрафоваться стали также английские и голландские банки. Причины и основания разные. Например, обвинения в связях с наркобизнесом и отмывания грязных денег. Наиболее резонансная история связана с британским банком ХСБЦ. В середине прошлого года мировые СМИ сообщили, что банк должен будет заплатить Соединенным Штатам полтора миллиарда долларов в виде штрафа за недостаточный контроль над своими клиентами и отмывания денег. Под недостаточным контролем имеется в виду, что банк через свои территориальные отделения дочки представительства сотрудничал с наркомафией в Мексике. Газета The Telegraph привела данные, согласно которым только в 2007-2008 годах через различные структуры британского банка в Мексике в США были переведены 7 миллиардов долларов. Эксперты по вопросам теневой экономики и отмывания грязных денег справедливо обращают внимание на то, что обстоятельства, что американские банки несравненно более масштабно оказывают услуги наркобизнесу США и Мексике, чем СБЦ. и другие европейские банки. При этом резидентные банки не подвергаются наказаниям или наказания гораздо более мягкие, чем в отношении европейских банков. Так, после того, как один из крупнейших банков Соединенных Штатов, Ваковия, в 2010 году признался в отмывании 378 миллиардов долларов наличных, на банк был наложен штраф всего около 160 миллионов долларов. Банки Ротшильда в черных списках Вашингтона Более активно Вашингтон стал применять санкции в отношении европейских банков, которые напрямую осуществляют операции с государственными, включенными в черные списки. Санкции следуют и в случаях косвенного, непрямого нарушения, когда банки осуществляют операции с компаниями и банками, которые уже напрямую сотрудничают с государственными сбоями. То есть Вашингтон старается максимально расширить охват иностранных банков-нарушителей. В черные списки США попали многие европейские. В 2012 году американский финансовый регулятор начал проверку деятельности Deutsche Bank на территории США из-за подозрения в нарушении экономических санкций против Ирана. Следователи подозревают, что Deutsche Bank до 2008 года по поручению иранских контрагентов проводил финансовые операции на территории США. Проверки в связи с аналогичными обвинениями проводились в это же время в таких европейских банках, как ABN AMRA, Barclays, Credit Suisse, Lloyd's и NG. Еще ранее обвинения в нарушении экономических санкций были предъявлены двум британским банкам – HSBC и Standard Chartered, входящим в империю Ротшильдов. Например, финансовый регулятор штата Нью-Йорк обвинил в начале августа 2012 года британский банк Standard Chartered в незаконных операциях с Ираном. На протяжении почти 10 лет Standard Chartered составлял схемы с правительством Ирана и скрыл от регуляторов около 60 тысяч секретных транзакций на сумму по меньшей мере 250 миллиардов долларов, принесших Standard Chartered сотни миллионов долларов комиссионных, отметили в Управлении финансовых услуг штата Нью-Йорк. Действия Standard Chartered делали финансовую систему США уязвимой для террористов, торговцев оружием, заправил наркобизнеса и коррумпированных режимов и лишали полицейских следователей важнейшей информации, используемой для отслеживания всевозможной криминальной активности. 14 августа 2012 года Standard Chartered достиг соглашения о внесудебном урегулировании с Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк, по которому банк обязался выплатить штраф в размере 340 миллионов долларов. Наказание за манипуляции Летом 2012 года начался скандал с не менее именитым британским банком Barclays, только основание было другим – обвинение американскими властями банков в причастности к махинациям при определении межбанковской кредитной ставки Libor. По оценкам обвиняющей стороны, британский банк на этих манипуляциях заработал немалые деньги. Банк заплатил в 2012 году американским властям 438 миллионов долларов штрафа. Выяснилось, что кроме Barclays, такими махинациями занималось в общей сложности около двух десятков банков с огромными громкими именами. Хотя в списке имеются американские банки Citigroup и JP Morgan Chase – основная часть нарушителей европейских банков. Фактически, манипуляции со ставками были скоординированными, основанными на тайном сговоре банков Европы и США. Речь идет о гигантском банковском картеле. Не успел банк Barclays прийти в себя от скандала, связанного с манипулированием ставкой Libor, как на него в Америке обрушилась другая напасть. Дело в том, что Barclays, как, впрочем, и многие другие крупнейшие американские и европейские банки, давно уже превратился в финансовый конгломерат, который занимается спекулятивными операциями на разных рынках, как финансовых, так и товарных. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США, ФЕРК, обязала британский финансовый конгломерат Barclays выплатить штраф за манипулирование ценами на электроэнергию в штате Калифорния. «Манипулирование на энергетическом рынке начинает обходиться слишком дорого», заявил председатель ФЕРК, сенатор демократа от штата Орегон Рон Вайдер. «Потребители имеют право обогревать и освещать свои дома, не опасаясь, что трейдеры играют против них, чтобы получить несправедливую прибыль». Barclays и трейдеры должны заплатить Министерству финансов США в общей сложности 453 млн. долларов в виде штрафа. Кроме того, британский банк должен выделить 34,9 млн. долларов из своей прибыли на финансирование программ, которые призваны снизить стоимость электроэнергии для потребителей с низкими доходами в штатах Калифорния, Аризона, Орегон и Вашингтон. Каковы цели американского банковского диктата? Наиболее распространенная версия ответа на вопрос о целях американского банковского рэкета такова. Власти США ищут дополнительные источники пополнения бюджета. Однако эта версия не очень убедительна. Даже если предположить, что получаемые от иностранных банков штрафы составляют в год 10 млрд. долларов, то это будет лишь каплей в море. Налоговые поступления в федеральный бюджет США в 2012 году составили порядка 2,5 трлн. долларов. Другая версия. Поддержка Вашингтоном американских банков в их конкурентной борьбе с европейскими банками. А также в более отдаленной перспективе постепенный перевод всех иностранных банков под прямой контроль США. Действительно, видно невооруженным глазом, что власти США проводят политику двойных стандартов. Наказывание за одинаковые нарушения более строго европейские банки по сравнению с американскими. Фактически, за нынешней кампанией Вашингтона ужесточение санкций против европейских банков можно заметить подковерную, не афишируемую СМИ борьбу между кланами Рокфеллеров и Ротшильдов. Самым строгим санкциям подвергаются в первую очередь банки, входящие в сферу влияния Ротшильдов. Стандарт Чартер, Барклась, ХСБЦ, Дойчебанк, Королевский банк Шотландии и другие именитые банки с богатыми историями. В Европе эти банки – священные коровы. А вот на территории США, где влияние Рокфеллеров очевидно, к указанным финансовым организациям относятся без пиетета и должного уважения. Наблюдается постепенное перемещение операций европейских банков вместе со своими клиентами в другие регионы мира, куда еще не добралась длинная рука Вашингтона. Эксперты называют в качестве запасных аэродромов прежде всего такие страны и территории, как Израиль, Индия, Сингапур, Гонконг. Нетрудно заметить, что эти регионы, в которых влияние Ротшильда всегда было доминирующими, впрочем, почти наверняка можно утверждать, что следующей мишенью американских властей станут банки и банковские операции именно этих стран. Мир неумолимо движется к новому финансовому порядку. Долларовый рэкет. Все чаще мы узнаем о том, что в Америке подверглись штрафам те или иные банки или компании неамериканского происхождения. При этом название банков и компаний очень известны и сумма штрафов очень внушительная, иногда сотни миллионов долларов. Это новый феномен мировой экономической жизни. Раньше ничего подобного не было. Банки и компании штрафовались, но властями тех стран, где они базировались. Условия для рэкета. Некоторые эксперты считают, что громадные штрафы, которые сегодня не американским, прежде всего европейским банкам приходится выплачивать в виде штрафов, часть объявленной президентом США компании финансового оздоровления Америки. Другие полагают, что штрафы – новое средство конкурентной борьбы американских банков против европейских банков. Третьи считают, что механизм взымания штрафов – часть глобального проекта правящих кругов США по укреплению геополитического превосходства Америки над Старым Светом и над всем миром. Есть и другие версии того, что сегодня нередко стали называть долларовым рэкетом. С одной стороны, США после событий 11 сентября 2001 года энергично стали принимать законы, касающиеся борьбы с отмыванием грязных денег, коррупцией, финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов, организованной преступностью, наркобизнесом, киберпреступностью и другими угрозами безопасности. Примечательно, что новое поколение принимаемых в США законов имеет экстерриториальный характер. Это означает, что если угрозу безопасности Америки создают действия финансовой операции иностранных банков, компаний и физических лиц за пределами самой Америки, для них, тем не менее, можно возникать юридическая ответственность. Такие иностранные банки, компании и физические лица могут американскими судами присуждаться к уплате штрафов и другим видам наказания. Учитывая, что в Америке действует прецедентное право, решение судов США о штрафовании нерезидентов сегодня штампуется почти автоматически. Кроме того, США инициируют разработку и подписание другими странами разных международных конвенций по борьбе с перечисленными выше угрозами. Такие конвенции становятся дополнительным аргументом при штрафовании неамериканских нарушителей в США. С другой стороны, для того, чтобы отслеживать все нарушения иностранных банков, компаний и физических лиц за пределами США, Вашингтон десятилетиями создавал глобальную финансово-информационную систему. Такая система, как я уже писал в своей статье «Мир под информационным колпаком спецслужб и банков», позволяет отслеживать все действия нерезидентов в мире, фиксировать все нарушения американских правил игры за пределами США. История Standard Chartered До прошлого года один из самых таинственных банков. Он был учрежден еще в середине позапрошлого века в Великобритании и считается банком, входящим в империю Ротшильдов, как и сами Ротшильды. Банк Standard Chartered после Второй мировой войны предпочитал оставаться в тени, но по масштабам своих операций входил в группу крупнейших европейских банков. 90-95% балансовой прибыли этот банк в последние годы получал от операций за пределами США, Великобритании и Континентальной Европы. В августе 2012 года банку пришлось засветиться по причине скандала, инициированного Департаментом по финансовым услугам США. Он предъявил обвинения, согласно конторам Standard Chartered, проводил незаконные транзакции, направленные на поддержку Исламской Республики Иран. По данным ДФС, речь идет о сумме в четверть триллиона долларов, причем средства перемещались в интересах граждан Ирана между британскими и ближневосточными банками при помощи нью-йоркского филиала. Более того, по мнению американских властей, Standard Chartered мог был связан с террористическими и экстремистскими организациями в Ливии, Судане и Мьянме, которые также находятся в зоне действия санкций со стороны США. Управление финансовых услуг Нью-Йорка, структурное подразделение ДФС заявило, на протяжении почти 10 лет банк составлял схемы с правительством Ирана и скрыл от регуляторов около 60 тысяч секретных транзакций на сумму 250 миллиардов долларов. Как отмечалось, Standard Chartered проводил средства через свое нью-йоркское подразделение в интересах иранских финансовых клиентов, включая Центральный банк Ирана и находящиеся под государственным контролем банк Садират и банк Мелли, подпадающие под действия санкций США. В центре скандала так называемые транзитные платежи у Турнс, при которых средства не исходили из Ирана и не попадали в эту страну, но в интересах иранцев перемещались между британскими и ближневосточными банками при помощи Нью-Йоркского клиала Standard Chartered. Минфин США запретил подобные операции в ноябре 2008 года из-за опасений того, что они используются для обхода санкций. По мнению регулятора, такие действия причиняли вред всей финансовой системе США, делая ее уязвимой для торговцев оружием, наркобизнеса, террористов. В конечном счете, американские власти потребовали от банка выплаты штрафа в размере 667 миллионов долларов. Как сообщили СМИ, штраф уже выплачен. Стрижка других иностранных банков. Система контроля над транзакциями банков – важное условие конкурентной борьбы между банками США и Западной Европы. Особенно американскую сторону беспокоят банки Лондонского Сити. Поэтому они находятся под особым прицелом американских спецслужб. Все обвиненные в прошлом году в сотрудничестве с Ираном банки имеют британскую или голландскую родословную. В июне 2012 года нидерландский банк ИНГ признал нарушение режима санкций к Ирану и согласился заплатить властям США громадный штраф в 600 миллионов долларов за нарушение санкций против Ирана. А по некоторым данным и против Кубы. На этот момент этот штраф стал самым крупным за всю историю нарушения санкций. Выплатить 453 миллиона долларов согласился и британский банк Барклайс ПЛК. После того, как расследование властей США и Великобритании показало, что банк допускал серьезные нарушения при принятии решений по депозитно-кредитным операциям, фактически участвуя в отмывании денег. Летом 2012 года сенат США взялся за британский банк ХСБК Холдинг, который по данным американских спецслужб занимался операциями на фактически подконтрольной США территории Мексики, обслуживая мексиканских наркоторговцев. Банк также был обвинен в нарушении санкций против Ирана. Уже в декабре 2012 года ХСБЦ объявил, что готов заплатить властям США штраф на сумму в общей сложности 1,92 миллиарда долларов. В 2012 году достиг своего апогея – скандал по поводу манипуляций со ставками межбанковского кредитования Либор. Манипуляциями в течение ряда лет занимались крупнейшие европейские, в первую очередь британские и американские банки. Эти манипуляции позволяли им незаконно обогащаться. Расследование махинации с Либор было начато в 2008 году и помимо Барклайс коснулось таких крупных банков, как Royal Bank of Scotland, Lloyd's Banking Group, City Group, ХСБЦ, УБС и Deutsche Bank. Причем Барклайс стал первым банком, признавшим свою ответственность. В прошлом году последовала череда расследований со стороны органов финансового надзора в США, Великобритании, Швейцарии и некоторых других европейских стран по поводу этих манипуляций. На банки были возложены крупные штрафы. Надо сказать, что штрафы за эти манипуляции были намного более весомыми, чем в Европе. Так, швейцарский банк УБС за манипуляции ставкой Либор в декабре прошлого года объявил, что выплатить штрафов на сумму около 1,4 миллиарда швейцарских франков. Американский закон ФАТКО и иностранные банки. Серьезные проблемы у иностранных банков могут возникнуть в связи с тем, что с нынешнего года в полном объеме начал действовать американский закон о налогообложении иностранных счетов ФАТКО. Согласно этому закону иностранные банки будут обязаны сообщать американской налоговой службе обо всех клиентах, которые могут иметь отношение к США, гражданство или вид на жительство, раскрывать данные об их операциях и остатках на счетах. Если государство или банк откажется от выполнения требований ФАТКО, то США будут удерживать 30% налог на все доходы таких банков от источников США. Таким образом, налоговые органы США берут под свой контроль мировую финансовую систему. Даже в том случае, если американец, гражданин или резидент, в том числе владелец зеленой карты, не читался по своим зарубежным счетам и компаниям, то теперь этим займется зарубежный банк. Не исключено, что некоторые небольшие финансовые организации за пределами США вообще откажутся от обслуживания американских клиентов, чтобы не связываться с довольно обременительными процедурами отчетности перед налоговой службой США по их счетам. Впрочем, заключать соглашение с американской налоговой службой им все равно придется, иначе они попадут под штрафной налог даже при отсутствии клиентов в США. Соответственно, теперь те сведения об американских налогоплательщиках, которые налоговой службе США раньше приходилось добывать с боем, вспомним хотя бы историю со швейцарским банком УБС, будут предоставляться ей зарубежными банками на регулярной основе и добровольно. В марте 2013 года налоговая служба США заявила, что намерена искать двоих своих должников по всему миру и рассчитывает получить 5 миллиардов долларов в качестве штрафов с укрывающих их иностранных банков. Первые в списке банки Индии, Израиля, Гонконга и Сингапура. Прецедентом стали санкции против швейцарского банка Wegelen, не имевшего бизнеса в Америке. Это ставит под сомнение сохранение банковской тайны и готовит финансовый сектор к правилам падка, говорят юристы. Правительство не оставит усилий в погоне за богатыми американцами, имеющими секретные счета в офшорах. Тем более, что скоро у него появится новый инструмент, говорит бывший глава подразделения в налоговой службе США, а сейчас юрист Кэплин Энд Дрисдайл Марк Мэтью. За последние 4 года правительство США уже смогло получить 5,5 миллиардов долларов в качестве доплаты налогов и штрафов. Решение о возможности санкций против иностранного банка, не ведущего деятельность на территории США, было принято 4 марта 2013 года. Старейший частный банк Швейцарии Wegelen был оштрафован американскими властями на 74 миллиона долларов за нарушение налогового законодательства. Wegelen был основан в 1741 году и считался одним из самых престижных банков в стране. Банк не имел никаких офисов или отделений на территории США, поэтому был уверен, что ему не грозит наказание следует из материалов дела. В январе 2013 года банк признался в том, что закрывал глаза на действия своих американских клиентов, уклонившихся от уплаты налогового. Скорее всего, сразу после выплаты штрафа Wegelen будет закрыт. Из-за судебного разбирательства банк практически прекратил операционную деятельность, клиенты стали выводить средства. Wegelen стал главным банком по уклонению от налогов для американцев после того, как швейцарский банк УБС в 2009 году заключил соглашение с властями. УБС согласился нарушить банковскую тайну и выдал властям США имена 4,5 тысяч клиентов. США настаивали на информации о 52 тысячах счетов нерезидентов. Тем не менее, банку пришлось заплатить 780 миллионов долларов штрафа. Еще 20 миллионов долларов банк потерял из-за бегства клиентов, напуганных готовностью банка смягчить закон о банковской тайне. Нью-Йорк как центр долларового рэкета В поле зрения американских властей попадают не только банки, но также компании нефинансового сектора экономики. Здесь речь может идти не только о нарушении американских санкций против тех или иных стран, но и о коррупционных нарушениях и преступлениях других странах. Например, в 2010 году Министерство юстиции США обвинило немецкий концерт Daimler, владеющий компанией Mercedes-Benz, в подкупе чиновников в 22 странах, в том числе и в России. Daimler вину признал и предпочел откупиться. Немцы заплатили правительству США 185 миллионов долларов штрафа. При этом к США эта история не имела никакого отношения. Американских чиновников компания не подкупала и американских законов не нарушала. Особую роль в долларовом рэкете играет Нью-Йорк, где находится большая часть банков США, в которых иностранные банки открывают свои корреспондентские счета. А нью-йоркские банки в свою очередь держат свои счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Что бы там ни говорили, но Нью-Йорк остается мировым финансовым центром, с которым не могут сравниться ни Лондон, ни Токио, ни Франкфурт, ни Гонконг. Ведь через него проходит львиная доля всех мировых транзакций, номинированных в долларах. В том числе и тех, которые в США вообще никакого отношения не имеют. Соответственно, особую роль в выявлении банков и компаний-нарушителей в США играет управление по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк, которое было создано в 2011 году. Под непосредственным контролем этой структуры находится порядка 4,5 тысяч организаций, совокупная стоимость активов которых составляет 6,2 трлн долларов. Адвокат Дэвид Питовски из юридической фирмы Гудвин Проктор замечает. Даже если транзакция осуществлена, скажем, в японских иенах, но в какой-то момент из-за внезапного сбоя системы пересчитана в долларах, это теоретически может значить, что сделка подпадает под американскую юрисдикцию. Данное обстоятельство является мощным стимулом для неамериканских банков и компаний замещать в международных расчетах доллар США на валюты других стран, одновременно создавая свои региональные системы международных расчетов. Не вызывает сомнения, например, необходимость незамедлительного создания евразийской интеграционной группировки с участием России, Белоруссии, Казахстана и других постсоветских стран. Международные расчеты в этой группировке могли бы осуществляться в рублях, а Москва могла бы претендовать на статус регионального финансового центра как альтернатива Нью-Йорка. Кипр – предвестник будущей мировой банковской системы. Для многих события в банковском секторе Кипра оказались полной неожиданностью. Эти события высветили радикальные изменения вектора развития мировой финансовой и экономической системы. Банковский мир в ходе и после глобального финансового кризиса. Я уже отмечал в своих публикациях некоторые новые тенденции, которые обозначились еще за несколько лет до банковского кризиса на Кипре. Они начались во время глобального финансового кризиса. Были отменены всякие приличия и финансовые догмы, которые существовали на протяжении по крайней мере двух столетий в экономической науке. Напомню кратко наиболее важные тенденции. Прошу прощения за дублирование ряда положений упомянутой выше статьи. Во-первых, была попрана догма, согласно которой печатный денежный станок нельзя запускать на полную мощность по избежанию обесценивания национальной денежной единицы. Именно взяв на вооружение эту догму, мировые ростовщики с конца 17 века стали добиваться права на монопольное владение печатным станком. Они утверждали, что правительствам нельзя доверять выпуск денег, так как государственные власти будут иметь постоянное искушение с помощью печатного станка закрывать бюджетные дыры. Ростовщики вырвали у государства монополию на выпуск денег. Они добились создания центральных банков, которые министры финансов должны были идти на поклон за кредитами. Но сегодня ростовщики начисто забыли о своей обличительной критике государственных казначейств. Они пустились во все тяжкие, начав заливать мировую финансовую систему продукцией своих печатных станков. Находящиеся на услужении мировых ростовщиков ученые и СМИ назвали эту практику невинным словом количественное смягчение. Сегодня становится особенно понятным, что так называемая экономическая наука на протяжении последних двух-трех веков находилась в прямом услужении мировых ростовщиков. Такая наука при наличии социального заказа со стороны мировых ростовщиков готова доказать, что дважды два, три или пять в зависимости от тактики ростовщиков. Во-вторых, банковская система перестала даже отдаленно напоминать Институт рыночной экономики. Практически все крупные банки на сегодня день, согласно канонам бухгалтерской науки, являются банкротами. Это не является случайностью, так как на протяжении по крайней мере двух столетий коммерческие банки добивались легализации так называемого частичного покрытия своих обязательств. Без этого коммерческие банки не смогли бы делать деньги из воздуха в виде выпуска так называемых безналичных денег. Легализация такого фальшивоманичества неизбежно ведет к банкротству банков. После Второй мировой войны в экономически развитых странах стала создаваться государственная система страхования депозитов коммерческих банков, чтобы защищать вкладчиков. Во время последнего финансового кризиса мы увидели, что правительство спасали уже не столько вкладчиков, сколько сами банки с помощью гигантских уливаний с государственных бюджетов. Естественно, спасали самые крупные банки Олд Срита Лондонского Сити. Появилась категория так называемых бессмертных банков. США, например, для спасения горских банковских гигантов было направлено в общей сложности почти 2 триллиона долларов в средства американских налогоплательщиков. Никаких признаков действия рыночных механизмов в банковских системах Запада со времен финансового кризиса не было замечено. Окончательно оформился принцип приватизации ростовщиками прибыли банковских гигантов при одновременной национализации их убытков. Имела место частичная национализация ряда крупнейших банков Запада. Это явление многие эксперты и общественные активисты Запада отрестили банковским социализмом. В-третьих, банки перестали даже в периоды благоприятной конъюнктуры зарабатывать деньги на кредитных операциях. В этом нет ничего удивительного. Ведь ученые ставки центральных банков многих стран, входящих в золото золотого миллиарда, стремятся сегодня к нулю. Количественное смягчение центральных банков, о которых мы упомянули выше, делают деньги очень дешевыми. Банки на наших глазах перестают быть кредитными организациями. Как так? Ведь они получают продукцию печатных станков ФРС и ЕЦБ Банка Англии, Банк Японии. До сих пор покрыта тайная операция ФРС по раздаче в годы финансового кризиса избранным банком 16 трлн долларов. В этой операции можно узнать из отчета об аудите деятельности ФРС за период 2007-2010 годов. Между прочим, гигантские деньги печатного станка получили не только банки Олл-Срит, но также ведущие банки Европы. Примечательно, что в аудиторском отчете, который обликован летом 2011 года, говорится, что деньги раздавались под символический процент. Причем никаких возвратов денег кредитору последней инстанции не было. Это очень важный момент. Деньги печатаются не для того, чтобы банки занимались кредитными операциями. Банки занимались и продолжают заниматься тем, что полученные от ФРС деньги они направляют на скупку разных активов по миру. Это уже не кредиты, а одностороннее перемещение денег. В учебниках по экономике это перемещение стали называть инвестиционными операциями. В начале прошлого десятилетия американские народные избранники отменили действие закона Гласса-Стигала, который не позволял банкам Олл-Срит совмещать кредитные и инвестиционные операции. Закон был принят в разгар экономического кризиса в 1933 году президентом Рудвельта. После этого банкстеры пустили во все тяжкие, искупая активы по всему миру. Эту скупку можно сравнить с планом молниеносного захвата Гитлером восточных земель Блицкрит. Вместо танков и самолетов используется продукция печатных станков ФРС, ЕЦБ, других центральных банков и зон золотого миллиарда. При этом операция предполагает наличие в захватываемых странах пятой колонны, которые готовят национальные активы к приватизациям и занимаются удушением национальных предприятий. Подготовленный нашими властями план приватизации стратегически важных объектов российской экономики – яркий тому пример. Так, в сентябре 2012 года ФРС начала третью фазу количественных смещений, и именно в это время в России была проведена частичная приватизация Сбербанка. Солидный пакет акций перешел к иностранным инвесторам. Банк России вкупе с Минфином России также оказывает неоценимые услуги мировым банкстерам. Так, указанные организации и денежные власти всячески сжимают объем денежной массы в российской экономике, доводя тем самым предприятия реального сектора экономики до банкротства. Банк России при этом в рамках своей валютной политики поддерживает заниженный курс рубля, что позволяет иностранным инвесторам скупать активы в России за копейки. В-четвертых, на наших глазах исчезает институт банковской тайны. Многие недоумевали, как будут функционировать швейцарские банки после того, как власти США заставили правительство Швейцарии раскрыть информацию об американских клиентах, физических и юридических лицах этих банков. Неужели кто-то согласится доверить цурийским гномам свои миллионы, даже если это не граждане США? Осторожные инвесторы прекрасно понимают, что вся банковская система Швейцарии сегодня под колпаком американских ведомств и спецслужб. Всегда есть риск, что любой клиент банка может оказаться в поле зрения США. Под предлогом того, что клиент прямо или опосредственно связан с юридическими и физическими лицами США. Компания по отмене банковской тайны началась по всему миру. Предлоги и объяснения самые разные. Вылавливание налоговых уклонистов, борьба с отмыванием грязных денег, предотвращение финансирования терроризма, борьба с коррупцией и т.д. В этих условиях даже добросовестные граждане 10 раз подумают, что ли ты для светиться? Не надо быть специалистом, чтобы понять, что крестовый поход против банковской тайны должен резко сократить спрос на всевозможные услуги банков. В-пятых, наметилась тенденция снижения процентов по депозитным операциям банков. Кое-где они даже стали отрицательными. Например, в Центральный банк Швеции Риксбанк решил провести эксперимент, установив с июля 2009 года отрицательные проценты ставки по средствам, принимаемым на свои депозиты от коммерческих банков, минус 0,25%. Мотивировалось это тем, что надо, мол, разворачивать коммерческие банки на кредитование экономики. Центральные банки других стран внимательно изучают шведский опыт, который готовится последовать примеру Риксбанка. В 2012 году ведущие швейцарские банки ввели отрицательные процентные ставки по дивазифам под предлогом того, что оно должно предотвратить резкое повышение курса швейцарского франка под влиянием притока денег из других стран Европы, держатели которых хотели спастись от долгового кризиса в еврозоне. Даже в условиях демонтажа банковской тайны швейцарские банки оказались для европейцев привлекательнее, чем немецкие и французские банки, не говоря уже про банки Южной Европы. Я уже не привожу многочисленные примеры того, когда в разных странах банки устанавливают номинальные проценты по депозитам, которые съедаются инфляцией. То есть имеет место отрицательное значение реальных процентов по депозитам. Возникает парадоксальная ситуация. В мире после финансового кризиса появились банки, совершенно не похожие на депозитно-кредитные организации, которые существовали по крайней мере два предыдущих столетия. Сбои у банков возникают в части как активных операций, так и операций пассивных. Попытаемся разобраться в этих сбоях. Большинство экономистов этот феномен до конца неосознан. События на Кипре и вокруг Кипра – новый этап революционных изменений в банковском мире. О событиях на Кипре и вокруг Кипра уже сказано и написано достаточно. Попытаемся, уходя от известных всем деталей, сделать некоторые обобщения. Акцентируем внимание на тех явлениях и тенденциях, которые могут определить облик будущей мировой банковской системы. Во-первых, нарушена неприкосновенность имущества, относящегося к пассивам банков. Конкретно речь идет о банковских депозитах. На протяжении всей истории банковского дела действовал принцип святости и неприкосновенности средств клиентов в банках. Конечно, деньги клиентов с удивительной периодичностью пропадали в результате так называемых банковских кризисов и банкротств. Но власти и общество относилось к таким потерям, как к некоему трагическому событию. Собственно, вся история банковского дела в мире была и остается сплошным спектаклем. Власти вместе с банками разыгрывали озабоченность, неустойчивость у банковской системы, обсуждали различные меры по повышению стабильности банков. Но это был именно спектакль, поскольку частичное резервирование обязательств банков, о котором мы выше сказали, было священной коровой. Банкиры защищали эту священную корову, поскольку она давала им постоянно молоко, почти в неограниченных количествах. Вернее, позволяла создавать деньги из воздуха. Конфискации средств клиентов под названием банковские банкротства имели место на протяжении всей истории банковских дел. Но власти и банкиры как бы каждый раз извинялись и говорили, мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Даже предпринимались попытки подстелить соломку под вечно падающие банки в виде государственных систем страхования депозитов. Начали городить сложные конструкции банковского надзора, ввели различные показатели достаточности капитала, так называемые правила Базеля и тому подобное. Но все было продолжением спектакля, рассчитанного на доверчивую публику. События в банковской системе Кипра можно назвать коротко словом конфискация. Техника конфискации вторична. Это может быть разовый налог, это может быть размораживание средств на долгие годы. Наконец на Кипре будет опробован такой метод, как конверсия части депозитов в акции местных банков. Очевидно, что эти акции не будут стоить и ломаного гроша. Не исключено, что уже через год остров опустеет, а от банков останутся одни воспоминания в виде старых вывесок. Фактически, длившийся долгие десятилетия и даже столетия спектакль под названием «Защита депозитов клиентов банков» закончился. Мировые ростовщики посчитали, что с клиентами церемониться больше не надо. Это маски, скрывавшие звериный лик ростовщиков, наконец-то сброшены. Во-вторых, точно так же бесцеремонно мировые ростовщики решают за банки, не входящие в категорию избранных. Вопросы, касающиеся их активов. Собственно, вся история с кипрскими банками началась с того, что мировые ростовщики через своих управляющих в лице ЕЦБ, МБФ, ЕС потребовали от держателей греческих долговых бумаг, чтобы они, держатели, простили значительную часть долгов Греции. Кипрские банки по команде из Брюсселя просили в 2012 году до 70% греческих долгов, что поставило их в крайне тяжелое финансовое положение. Практика так называемой реструктуризации государственных долгов существует уже давно. До Греции имела место деятельность по списанию и реструктуризации долгов почти исключительно стран третьего мира. В общем, это можно назвать рэкетом, практикуевым мировыми банкстерами в отношении слабых игроков мировых финансов. После того, как США организовали войну против Ирака и установили контроль над этой страной, они потребовали от России, чтобы она списала миллиардные долги этой страны. Россия послушно это сделала. Событие прошло малозамеченным в наших СМИ. Правда, расчистка долгов проводилась в пользу не банкстеров, а американских нефтяных компаний, которые немедленно пришли в Ирак. Но все это условно, поскольку банки Олд Стрит и нефтяные корпорации США – одна шайка-лейка. По оценкам рейтингового агентства Standard & Poor's, в среднем в 1978-2010 годах кредиторам пришлось отказаться от 38% стоимости реструктуризируемых долгов. В тех схемах также присутствовали привилегированные кредиторы, которые из скромности предпочитали не светиться. Случай с Грецией свидетельствует о том, что реструктуризация государственного долга непривилегированным кредиторам обходится все дороже. Европейские СМИ делают акцент на следующем. Кипрский кризис, мол, возник из-за того, что жители острова живут непосредством. А то, что кипрские банки были ограблены, об этом можно прочитать лишь в специальной экономической литературе. Чем был обусловлен нажим на кипрские банки? Тем, что чиновники из Брюсселя любят Грецию больше, чем Кипр? Нет. Главный мотив такого силового решения заключался в том, что мировые банки типа Goldman Sachs боялись, что у Греции возникнут проблемы с погашением своей задолженности перед этими банками, которые были отнесены к категории привилегированных кредиторов. Вот Брюссель на пару с валютным фондом по заданию мировых банкстеров и занялся расчисткой долгов Греции. Есть основания полагать, что опыт Греции будет использован при расчистке долгов таких стран, как Испания, Италия, Ирландия, Португалия. Естественно, расчистка не коснется привилегированных кредиторов, то есть банков под контрольным Ротшильдом, Рокфеллером, другим мировым олигархам. В-третьих, все те же управляющие мировых банкстеров ЕЦБ, МБФ, ЕС продемонстрировали, что они готовы ради интереса своих хозяев посягнуть на такой священный принцип современных финансов, как свободное перемещение капиталов. Были времена, когда странные интересы защиты своих национальных экономик вводили ограничения и запреты на трансграничные потоки капитала. Так было после Второй мировой войны. Еще в 1960-е годы США при президенте Джонни Кеннеди пытались ограничивать экспорт капитала из страны для того, чтобы не допустить деиндустриализации экономики. Но в 70-80-е годы экономически развитые страны последовательно стали демонтировать свои системы государственного валютного регулирования и валютного контроля. А в 90-е годы под нажимом МБФ валютные ограничения на движение капитала отменили и развивающиеся страны. Для сведения, в России валютная либерализация движения капитала была проведена в середине прошлого десятилетия. Все это происходило в русле финансовой глобализации в интересах транснациональных корпораций ТНК и транснациональных банков ТНБ. Сегодня же мы видим сплошные отсутствия от священного принципа свободного движения капитала, сплошные отступления. Примеров больше, чем достаточно. Приведем лишь примеры, имеющие отношение к событиям на Кипре. Пока клиентам кипрских банков не разрешено никуда двигаться. Их будут стричь. Но, тем не менее, многие из них уже сейчас рыщут по всему миру в поисках запасного аэродрома. Российские клиенты, например, уже давно присматриваются к Прибалтике, особенно Латвии. Не надо объяснять читателю преимущества пребывания в таких цивилизованных офшорах. Они идеально подходят именно для клиентов из России. С 1 июля 2012 года в Латвии снижена ставка НДС с 22 до 21%, а также принято решение по сокращению подоходного налога с 25 до 20% в течение трех лет. Ставка латвийского налога на прибыль 15%, уступает Кипру 10%, но выгодно отличается от ставок, установленных в Бельгии 33,99%, Франции 36,1%, Германии от 30 до 33%, Великобритании 24%. Из Брюсселя в конце марта сегодня раздался оклик в адрес властей и банкиров Прибалтики, а также некоторых других стран Европы. Мол, не сметь принимать клиентов капитала с Кипра, они нечистые. Нетрудно догадаться, что организаторы банковского кризиса на Кипре делают все возможное для того, чтобы загнать вчерашних клиентов кипрских банков в те офшоры, которые полностью контролируются мировыми банкстерами. Это прежде всего англосаксонские офшоры. Цена вопроса для банкстеров немала. С Кипра при первой же возможности уйдут капиталы в несколько десятков миллиардов долларов. Вот вам и священный принцип свободного движения капиталов. А разве запреты и ограничения на вывод денежных средств из страны властями Кипра не являются грубым попранием указанного принципа? Эти ограничения могут существовать бесконечно долгое время. Деньги на острове Невезение рискуют превратиться в труху. В этой связи вспоминаются события 1998 года, когда в странах Юго-Восточной Азии спекулянтами типа Джорджа Сороса был спровоцирован финансовый кризис, который привел к исходу горячих денег из этой страны. Произошел обвал национальных валют, на котором спекулянты очень крупно заработали. Лишь одна малазийская Малайзия рискнула использовать метод самообороны от спекулянтов, который был запущен Международным валютным фондом. Она ввела ограничения и запреты на трансграничное перемещение капиталов, сохранив свои международные резервы. Какой вой начался в СМИ и мировых политических кругах? Премьер-министр Малайзии, принявшего такое смелое решение, начали систематически травить, а страну пытались сделать изгоем. И вот сегодня, через 15 лет, после тех событий, Брюссель и МВФ, не моргнув глазом, приказывают Кипру, Латвию, всей Прибалтике, да и всей Европе ограничивать экспорт и импорт капитала. Вернее, они выступают в качестве наднациональных диспетчеров, указывающих, куда капиталу надо двигаться, а куда категорически нельзя. Как говорится, что позволено Юпитера, то не позволено Быку. В-четвертых, Кипр является собой пример того, что мировые банкстеры принимают решения, которые нацелены на спасение и обогащение не только нужных банков. Банки Олд-Стрит и Лондонского Сити. Иногда решения касаются и помощи некоторым нужным лицам, которые по тем или иным причинам оказались держателями депозитов провинциальных банков, типа кипрских. Нам о событиях вокруг Кипра много чего не договаривают. Это военная тайна. Например, в кипрских банках имеется 60 тысяч депозитных счетов, которых юридическими и физическими лицами из страны Туманного Альбена. Некоторые эксперты отмечают, что там есть очень важные английские джентльмены, которые гораздо влиятельнее российских олигархов и могут за себя постоять. Говорить о том, что кредит в 10 миллиардов евро спасет банковскую систему Кипра, просто смешно. Только у банка банкрота Кипрус Популярбанк, второе по величине банк, долг составил 9,2 миллиарда евро или 60% ФВП Кипра. Скорее всего, кредит в 10 миллиардов евро, предоставленный по решению тройки ЕС, ЕЦБ, МБФ, пойдет на спасение не банковской системы Кипра, а нужных клиентов кипрских банков, а также погашение долгов кипрских банков перед нужными кредиторами, о которых мы мало что знаем, но можем догадываться, что это все те же жирные коты. Практически все деньги кредита будут переданы в главный банк страны, Банк Кипра. Через него будет происходить спасение нужных клиентов и кредиторов под жестким контролем из Брусселя. О том, что в кипрских банках есть привилегированные клиенты, как местные, так и иностранные, свидетельствует уже ряд скандалов. Несмотря на то, что с 16 марта сего года банки были закрыты, а после открытия большинство операций с наличными и безналичными деньгами имели очень жесткие ограничения, выяснилось, что из банковской системы страны были выведены сотни миллионов евро. А некоторые деньги были выведены за несколько дней до закрытия банка, то есть тогда, когда велись переговоры о предоставлении кредита Кипра. Трудно поверить, что такая операция могла быть проведена без отмашки сверху. Опять приходится вспоминать крылатую фразу, что дозволено Юпитеру, то не дозволено Быку. Но правда, справедливости ради, надо следует признать, что власти Кипра продемонстрировали озабоченность этими историями и обещали провести расследование. Тут ничего нового нет, это было и раньше. Сначала деньги выводились из банков банкротов, а потом власти разводили руками и изображали благородный гнев. А через некоторое время пыль оседала, и банкиры вновь принимались за свои любимые занятия по деланию денег из воздуха, хищению депозитов и распилу кредитов. О прошлом и будущем банковского мира. Попробуем выйти за привычные рамки экономики и финансов и осмыслить политические и духовные антропологические аспекты, происходящих в банковском мире событий. Выводы таковы. Первое. Банки давно уже превратились в институт власти. Не только экономической, но также политической и духовной. Их нередко и совершенно справедливо стали называть первой властью в обществе. А государство с его традиционными тремя властями, законодательной и исполнительной судебной, оказалось в подчинении власти банкиров. Сегодня мы становимся свидетелями того, что при три государственные ветви власти не нужны банкирам даже в качестве декорации, создающей у зрителей иллюзию демократии. Спектакль под названием «Демократия» заканчивается. Современная система власти является в чистом виде «Манекратии» – власть денег или «Плутократии» – власть богатых. Но наиболее точным будет термин «Банкократия» – власть банков. Этот термин уже вошел в лекцион политологов. Второе. Еще несколько десятков лет назад банки осуществляли свою функцию власти преимущественно в рамках государственных национальных образований. Сегодня завершается формирование глобальной системы власти банков, имеющей четко выраженную иерархическую структуру. Банки будут иметь разветвленную филиальную сеть, своеобразные щупальца, которые будут контролировать ситуацию во всех точках планеты. Третье. Властные функции банки осуществляют с помощью административных методов. То есть методов, основанных на применении силы или угрозах применения силы. Короче говоря, банкократия представляет собой систему тоталитарной власти. Власть будет находиться в руках золотого миллиарда, миллиона, тех, кто сегодня является акционерами Федерального резерва, управляющих приближенных коммерческих банков, членов их семей. Четвертое. В условиях банкократии, базирующейся на тоталитарных методах, всякие правовые нормы регулирования отношений в обществе становятся излишними. Право существует в обществе, где существует хотя бы минимальная свобода человека. Телитарная банкократия превращает общество в своеобразный концлагерь, в котором существуют только вертикальные отношения. Приказ – исполнение приказа. Такие вертикальные отношения предполагают превращение человека в биоробота, живую машину. Единственной функцией живой машины станет обслуживание потребностей золотого миллиона. Всякие нарушения функционирования живой машины будут наказываться. При систематических отклонениях биоробот лишается права на жизнь. Некоторые политологи, футурологи, философы называют такой порядок финансовым фашизмом. Пятое. Банки, превратившись в институты власти, сведут к минимуму свои традиционные денежно-кредитные функции. Особой потребности в деньгах общество, организованное на принципах концлагеря, не будет испытывать. Достаточно миски еды раз или два раза в день, или талонов, дающих право на такую миску, или электронной метки на лбу или руке, по откровению от Иоанна Богослова. Общество банкократии будет иметь некоторые признаки общества времен Римской империи. Там 90% населения составляли рабы, которые не нуждались в деньгах. Деньги были необходимы для аристократии патрициев, которые с их помощью удовлетворяли свои потребности в роскоши. Не исключено, что банковская аристократия, золотой миллион, может сохранить для себя деньги, как своеобразную игрушку. Впрочем, наиболее пассионарные представители золотого миллиона могут запретить деньги, как игрушку, развращающую нравы элиты. Ведь наиболее продвинутые ростовщики на протяжении многих столетий борьбы за господство над миром постоянно повторяли, для своих, не для внешних, что деньги лишь средства. А целью является мировая власть. Если цель достигнута, зачем сохранять средства? Итак, планы по созданию системы мирового господства банкиры вынашивали на протяжении многих столетий. Еще в те времена, когда их называли не банкирами, а ростовщиками. Не буду описывать всю многовековую историю их борьбы за власть. Отмечу лишь, что уже примерно 100 лет назад они, как им казалось, вплотную приблизились к достижению своей цели. Не буду погружать читателя в детальное описание той ситуации, которая сложилась в мире в начале 20 века. Все эти новые процессы того времени нашли отражение в работах тогдашних экономистов, социологов, политиков. Многое из того, о чем они писали, помогает уяснить и сегодняшние события в мире банков и финансов. Прежде всего, назову имя Карла Кауцкого, известного как последовательного пропагандиста идей Карла Маркса. Но он не только занимался популяризацией и пропагандой капитала и других работ классиков марксизма, он пытался двигаться вперед, осмысливая новые явления в мировой экономике и политике. Так вот, Кауцкий создал теорию ультраимпериализма. Ультраимпериализма. Суть ее проста. Процесс концентрации и централизации капитала должен неизбежно привести к тому, что в мире останется несколько крупнейших компаний. Они заключат между собой картельное соглашение и установят экономический и политический контроль над миром. Кауцкий видел в этих явлениях положительную сторону. Во-первых, он считал, что на этапе ультраимпериализма конкуренция между монополиями закончится, почвы для войн в мире больше не будет. Во-вторых, будучи достаточно ортодоксальным марксистом, Кауцкий многие процессы оценивал по принципу «чем хуже, тем лучше». В данном случае он опирался на абсолютную абстрактную логику Маркса. Ультраимпериализм – высшая степень обобществления производства. И чем выше обобщественное производство, тем ближе общество к заветной цели марксистов – социализму. Примечательно, что идею ультраимпериализма Кауцкий озвучил в 1914 году, вскоре началась Первая мировая война. Видимо, тогда еще ультраимпериализм в мире не сложился. Спустя век мы видим, что ультраимпериализм приобретает вполне видимые очертания. Правда, Кауцкий считал, что монополия в сфере промышленности занимают доминирующее положение по отношению к банкам. Здесь Кауцкий явно ошибался. Вернее, он повторял ложный тезис Маркса о первенствующей роли промышленного капитала по отношению к банковскому капиталу. Сегодня ошибка Кауцкого бросается в глаза. Мы видим признаки именно банковского ультраимпериализма. Возникает лишь один вопрос. Нынешний банковский капитализм уже стал вполне зрелым? Он уже дотягивает до планки банковского ультраимпериализма? Или процесс создания ультраимпериализма еще не завершился, и опять внутренние противоречия мировой олигархии толкают ее к развязыванию новой мировой войны? В то же время, в начале 20 века начала формироваться теория финансового капитала. Считается, что ее автором является немецкий социалист Рудольф Гильфердинг, который изложил основные положения теории в книге «Финансовый капитал», вышедшей в 1910 году. Суть теории в том, что на монополистической стадии развития капитализма происходит сращивание банковского и промышленного капитала. Образуется некий симбиоз под названием «финансовый капитал». При этом в союзе двух видов капитала банковский капитал занимает доминирующее положение. Справедливости ради следует признать, что еще в 1902 году английский экономист-социалист Джон Кобсон в книге «Империализм» Раньше Гильфердинга озвучил тезис о доминировании банковского капитала над капиталом промышленным. Хотя Гильфердинг и был социалистом, он тем не менее не только не видел ничего плохого в образовании финансового капитала, но наоборот приветствовал его как позитивное явление в истории человечества. Опять сработал тот же принцип «чем хуже, тем лучше». Своё позитивное отношение к финансовому капиталу Гильфердинг обосновал в теории организованного капитализма. В законченном виде она у него была разработана в 20-е годы прошлого столетия. Суть этой теории сводится к следующим основным тезисам. А. Банки, являясь основной частью финансового капитала, выступают организующим началом во всей экономической жизни капитализма. Б. Благодаря банкам капитализму удается постепенно избежать свои недостатки. Основным из них была экономическая анархия, которая периодически заканчивалась кризисами. В. Обновленный или организованный капитализм является отрицанием предыдущего анархического капитализма. Он имеет уже некоторые признаки социализма. Незаметно организованный капитализм трансформируется без всяких революций и катаклизмов в социализм. Г. В новом обществе банки сохраняют роль управляющих центров, причем управление обществом будет носить тоталитарный характер. Примечательно, что именно Рудольф Гильфердинг первый употребил термин «тоталитаризм». В политологических словарях первенство ошибочно приписывают лидеры итальянского фашизма Муссолини. Причем это был не только не государственный тоталитаризм, а тоталитаризм банков. Гильфердинг оказался достаточно проницательным исследователем, а может быть человеком, посвященным в плану мировых ростовщиков. Сто лет назад банковский тоталитаризм был лишь догадкой или тщательно оберегаемой тайной. События последних лет показывают – это уже реальность. Сегодня банковский тоталитаризм также называют диктатурой банков банковским фашизмом, банкократией. Заметим, что банковский тоталитаризм – одна сторона монеты, другой стороной монеты является социализм. Причем социализм в его лагерном варианте. Формально это действительно социализм, который марксисты понимают как высшую степень об обществлении производства и труда. Это будет об обществлении труда в мировом концлагере под надзором мировых ростовщиков. Лев Троцкий предлагал организовать трудовые армии в масштабах одного государства. Его идейные последователи, слуги банкстеров, сегодня отрабатывают планы создания глобальной трудовой армии. Становится очевидным, что нашему народу на протяжении, по крайней мере, полутора столетий назойливо предлагались две ложные альтернативы – капитализм и социализм. В ближайшее время они могут окончательно сойтись в одной точке. Вот такие размышления навеяли мне события на Кипре в марте 2013 года. По скриптам. Весь мир движется к диктатуре банкстеров, что является явным индикатором оскудения христианской веры. Сегодняшние банкиры имеют ярко выраженные признаки претечь антихриста. Нарисованная мной картина ближайшего будущего мировой банковской системы кому-то покажется жуткой, жестокой, шокирующей. Я рассматриваю это как концентрацию того, что сказано в книге «Откровения» от Иоанна Богослова. Это не жесткий прогноз. Это один из сценариев будущего, которое неизбежно произойдет, если мы будем бездействовать и не обратимся к Богу. Противостояние банкстеров и человечества – проявление духовной борьбы в обществе в конце земной истории. Стрижка банковских депозитов стала постоянной темой мировых СМИ. Все началось с Кипра, где в марте месяце было принято решение о замораживании средств на депозитных счетах банков, а затем решение о конфискации части этих средств с целью спасения банковской системы Осровного государства. До недавнего времени казалось, что для Америки тема стрижки депозитов не актуальна. Еще раз о стрижке банковских депозитов. Сегодня уже ни у кого нет сомнений в том, что Кипр был своеобразной экспериментальной площадкой, на которой отрабатывалась новая схема спасения, давно прогнившей, банковской системы капитализма. Во время последнего финансового кризиса спасение банков в странах золотого миллиарда осуществлялось в первую очередь с помощью бюджетных средств, то есть за счет налогоплательщиков. Трудно точно сказать, сколько казенных денег было влито в банковские системы Запада во время кризиса, но общие суммы измеряются триллионами долларов. В условиях растущих дефицитов государственных бюджетов и объемов государственного долга почти во всех странах Запада рассчитывать на бюджетные средства для спасения банков уже не приходится. По крайней мере, бюджетных денег может не хватить для того, чтобы купировать банковский кризис, а доверять свободной руке рынка, которая наведет порядок в банковском секторе, мировая финансовая элита также не может. Стихийные банкротства банков могут перерасти в неуправляемый банковский кризис глобальных масштабов. Кризис, который приведет, конечно, к насильственной конфискации банковских депозитов, но при этом может вызвать полный крак всей банковской системы, основы власти мировой финансовой элиты. Взоры алчных банкстеров обратились на средства клиентов банков, находящихся на депозитных счетах. Цена вопроса весьма высока. Согласно официальным данным, на конец 2012 года совокупные пассивы ресурсной базы всех частных депозитных институтов США составили 15,3 трлн долларов, то есть были почти равны валовому внутреннему продукту страны. Ресурсная база депозитных институтов банков складывается из разного рода депозитов, межбанковских кредитов, а также средств, полученных от размещения ценных бумаг банков, размещенных на финансовых рынках. Все виды депозитов в конце 2012 года составляли 10,9 трлн долларов, то есть 71% всей ресурсной базы частных депозитных институтов США. Для сравнения отметим, что согласно тому же источнику, доходы Федерального правительства США в 2012 году равнялись 2,67 трлн долларов, а расходы 3,76 трлн долларов. То есть сумма депозитов в 3 раза превысила расходы Федерального бюджета в указанном году. Стрижка депозитов в процесс легализации запущен. Я уже писал о том, что целый ряд стран готовятся к тому, чтобы узаконить кипрскую схему спасения банков. Законодательство многих стран, гордящихся своей цивилизованностью, в части касающейся определения статуса банковских депозитов, крайне путано и противоречиво. Договор депозитного счета, заключаемый клиентом с банком, имеет признаки договора хранения, кредитования, инвестирования. Конечно, такое мутное законодательство максимально обеспечивало интересы банкиров на протяжении всего прошлого века. Они могли всегда использовать его для того, чтобы пускать средства клиентов в разные спекулятивные операции и иметь потом оправдание своей неплатежеспособности при набегах платчиков. Сегодня банкстеры и обслуживающие их законодатели решили, что время двусмысленности прошло. Держателям депозитных счетов необходимо объяснить, что они принесли свои деньги в банк не для сохранения, и тем более стрижки гарантированных процентов. Отныне они становятся кредиторами и инвесторами банка, совместно с банком участвуют в бизнесе и, соответственно, несут все риски. То есть отныне потерю денег в банке следует рассматривать не как какое-то экстраординарное событие, а как норму. И нечего пенять на банкстеров, подозревая их в том, что те вывели средства клиентов в какие-то офшоры. А теперь устраивают спектакль под названием «Банкротство банка». Гражданам, которые привыкли мечтать о спокойной жизни рантье, стригущего депозитные проценты, объясняют «Старое доброе время позади, надо учиться рисковать. Бизнес есть бизнес, ничего личного». Формально, пока государственная система страхования депозитов не предлагается ликвидировать, но вот о понижении лимитов страхования разговоры уже идут. Можно не ходить к гадалке, чтобы сказать «Завтра вопрос о полной ликвидации системы страхования депозитов будет поставлен банкстерами на повестку дня». Перестройкой и учетом кипрского опыта банковского законодательства, а также создания граждан уже занялись в Новой Зеландии, Канаде и Европейском Союзе. Планируется, что Европарламент в этом году примет закон, который позволит проводить стрижку банковских депозитов во всех 27 странах, входящих в ЕС. 20 мая сего года депутаты Европарламента поддержали в первом чтении законопроект о механизме защиты банков с помощью средств вкладчиков. В США скромное обаяние закона Додда-Франко. Соединенные Штаты на фоне европейской законодательной горячки выглядят спокойно. Некоторые эксперты списывают это на традиционный американский консерватизм. Однако дело тут не в консерватизме, а в том, что Америка раньше всех приняла закон, легализующий стрижку депозитов и при необходимости в случае масштабного финансового и банковского кризиса задействует его в полной мере. Но это обращает внимание известный американский общественный деятель и экономист Линдон Ларуш в своих выступлениях и публикациях в журнале «Экзекутив интеллигенса Ревьев». Речь идет о законе Додда-Франко, полное название которого о реформе Уолд-Стрит и защите потребителей. Этот закон был подписан президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Как подчеркивает Ларуш, указанный закон фактически проводит в жизнь решение, принятое мировой финансовой элитой еще в разгар финансового кризиса и проштампованное на саммите 20-ки в апреле 2009 года в Лондоне. Суть этого решения – сохранение сложившейся международной финансовой системы за счет спасения любой ценой системообразующих банков. В первую очередь, конечно, банков Уолд-Стрит. Между прочим, согласно официальным данным, шесть ведущих американских банков в 2010 году потратили на лоббистскую деятельность на капитолии 29,4 миллиона долларов, используя около 3 тысяч лоббистов, примерно по 5 лоббистов на одного члена Конгресса. Основная часть этих мощных ресурсов была направлена на проталкивание именно закона Додда Франко. Других крупных банковских законов в это время в Конгрессе США не рассматривалось. В том, что закон Додда Франко тихой сапой легализовал стрижку банковских депозитов, сразу не смогли разобраться даже многие специалисты. Ведь указанный закон имеет гигантский объем – 848 страниц. А регуляторы к середине 2012 года настрочили еще 8843 страницы пояснений и инструкций по его применению. При этом отмечается, что это еще часть проделанного пути. Общий объем подзаконных документов должен составить около 30 тысяч страниц. Вскользь обращу внимание читателей на этот новый момент американской демократии. Чтобы протащить какое-либо непопулярное или даже антинародное решение в виде закона, необходимо подготовить его проект объемом в несколько сотен страниц. Такой документ не сумеют прочитать и тем более понять. Не только простые граждане, но даже самые упорные и въедливые законодатели. Тем не менее, Комитет политических действий Ларуша провел анализ этого запутанного и объемного документа и несколько дней назад обнародовал результаты анализа. Между прочим, в 2010 году при голосовании по закону Додда-Франко мало кто из политиков обратил внимание на содержащуюся в преамбуле формулировку. Цель закона – защитить американских налогоплательщиков путем прекращения бюджетных спасательных операций. Это была не просто красивая фраза, а именно намек на то, что в случае повторного кризиса будут задействованы иные источники спасения банков. Концепция спасения банков под названием Bail Odds незаметна даже для многих специалистов была замещена концепцией Bail Inns. Последний термин означает, что спасение банков должно осуществляться за счет внутренних источников, к коим теперь относены не только традиционные резервные отчисления банков и средства акционеров, но и также средства клиентов. Концепция Bail Inns может быть интерпретирована и таким образом. Спасение банка является более приоритетной задачей, чем спасение средств клиентов. 26 марта КПТ Делл выпустил листовку, в которой в частности имеется следующая шокирующая информация об указанном законе. В соответствии с статьей 2 этого закона, спекулятивные долги крупнейших банков с кредитным покрытием получат государственную поддержку в первую очередь. Частные лица и бизнесмены рассматриваются как необеспеченные кредиторы и в случае финансовых затруднений банков потеряют все, кроме части вклада, гарантируемой Федеральной корпорацией страхования и депозитов. Это значит, что схема грабежа вкладчиков, который мы наблюдали ранее в этом году на Кипре, когда их деньги были использованы для нужд банков, уже предусмотрена в США законом Дода Франко. Мандат на геноцид американского народа. Основной вывод проведенного анализа закон Дода Франко дает мандат на геноцид американского народа. 25 мая Ларуш заявил, что мародерство дошло до предела. Закон Дода Франко – государственная измена, стоившая жизни многим гражданам в результате разрушения экономики, сокращения реальной занятости, профанации системы медицинского обслуживания. В анализе КПДЛ обращается внимание на следующий момент. Для спасения банков закон Дода Франко предусматривает возможность использования средств не только граждан, но также компаний, находящихся на банковских счетах. Интересы банковских воротил оказываются выше интересов развития реального сектора экономики. Получается, что не банки кредитуют реальную экономику, а реальную экономику в принудительном порядке обязывают кредитовать банки. Причем это кредитование оказывается необеспеченным. Впрочем, под финансовых спекулянтов в США пишутся и другие законы. В частности, принятый в 1999 году закон, который отменял существование с 1933 года разделения депозитно-кредитных и инвестиционных операций банков. Тогда, в далекие 30-е годы, в разгар экономического кризиса в США, был принят закон Гласса-Стигала, который запрещал банкам использовать средства вкладчиков для проведения рискованных операций с ценными бумагами. Инвестиции в бумаге было разрешено осуществлять лишь специальным инвестиционным банкам, инвестиционным брокерам за счет собственных средств, а также привлекаемых средств инвестиционных и индивидуальных инвесторов, готовых рисковать своими деньгами. С 1999 года коммерческие банки опять стали играть на фондовых рынках за счет средств вкладчиков, а убытки банков и их клиентов должны были покрываться за счет средств федеральной корпорации страхования депозитов, а также средств бюджета. Банки превратились в многоголовые финансовых спрутов, спекулятивные прибыли которых приватизируются кучкой банковских олигархов, а убытки национализируются за счет миллионов налогоплательщиков. Самый настоящий банковский социализм, вернее, социализм для финансовых спекулянтов. Для прекращения этой вакханалии Линдон Ларуш, а также ряд конгрессменов, например, Рон Пол, предлагают не только ликвидировать закон Додда Франка, по крайней мере ту его часть, которая легализует стрижку депозитов, но также восстановить закон Гласса Стигала. В нижней и верхней палатах Конгресса США уже рассматриваются законопроекты о восстановлении закона Гласса Стигала. Без этих первоочередных шагов экономика США продолжит свою деградацию, безработица будет расти, геноцид американского народа станет реальностью. Продолжение следует...